Мне кажется, здесь интересно, среди нас есть некоторые представители духовенства. Давайте попробуем, чтобы отец Александр Абрамов, например, настоятель храма Поподобного Сергия Радонежского, мог бы нам сказать несколько слов именно об этой теме. Я на протяжении многих лет представлял Русскую Плавославную Церковь в Северных Штатах. И там познакомился с создателем самого крупного музея русской элиты, написанного за пределами стран СНГ, Влад Муланг. Это частный жертвователь, который собирал икону русскую, собирает ее поныне в очень качественных образцах. Это человек, не принадлежащий к православной традиции. Это человек, которого ни в малейшей степени не интересует история России. Человек, который не верит, я убежден, что справедливо не верит в концепцию так называемой Святой Руси. Это человек, который в то же самое время является христианином и перед иконами совершает религиозное поклонение. Человек, будучи предельно занятым, очень богатым, сделал свою экспозицию в состоянии общественности, намеревается ее пожертвовать обществу после своей кончины. Я освещал этот музей и задал ему вопрос о том, что для вас является мотивом. Инвестиция или это? Собирательство или это? Он говорит, что это возможность актуализировать веру. Я думаю, что это очень важное свидетельство с одной стороны. Есть свидетельство с другой стороны, когда искусство неверно понято или глазами недобрых толкователей способно разъединиться. Я помню, что однажды я сопровождал одного высокого иерарха, Русской Православной Церкви, в Ассизе. И мы там увидели, мы были впервые в этом городе, и увидели там фрески Джонта. И один человек, который присутствовал там, православный мирянин, он сказал, но теперь ты понимаешь, что между нами стоит не только догматическая разница, но совершенно различный молитвенный опыт, который выражен в фресках Джонта. Ты понимаешь, что православное изображение ни при каких обстоятельствах не могло быть таким. У нас состоялась очень оживленная и яркая дискуссия. Я специально привел эти два полюсных суждения для того, чтобы показать, что искусство христианское не является эмоционально нейтральной, спокойной, кладовой христианского чувства, которое возобновляется или важно только тогда, когда перед ней совершается акт религиозного поклонения в храме, на площади, или еще где бы то ни было, или в частной коллекции, или просто эстетическое удовольствие человек испытывает, приходя на выставку и говоря о христианском искусстве. Вообще, если быть серьезным, мне кажется, нужно поставить вопрос о том, умирает ли христианское искусство в умирающем христианстве. И это очень существенный вопрос. Если количество верующих людей сокращается, мы с вами не можем не засвидетельствовать тот факт, что количество верующих людей коллективно становится меньше, вопрос о том, как это толковать. Я думаю, что если подойти к этому с евангельских позиций, то мы не должны горевать, потому что в мире гонимы будете, и Спаситель об этом говорил. Так вот, умирает ли христианское искусство в том христианстве, которое испытывает тяжелейший кризис и серьезнейшую травму, столкновение с тем обществом, которое предъявляет совершенно другое искусство, совершенно другое видение мира? Я думаю, нет. Я думаю, что христианское искусство живое – это не то искусство, которое, как совершенно спросил Сергей сказал, которое говорит о конкретных религиозных сюжетах специфически религиозным языком. Я думаю, что христианскому искусству предъявляется требование искренности, в первую очередь, искренности и честности. Как и к любому религиозному человеку вообще, вы завоеваете сердце неверующего человека, если во всем будете искренни. Искренность религиозного художника, человека, который пишет на религиозные темы, связанная с тем, что он говорит специфически об Иисусе, в том, что, как мне кажется, что он говорит об Иисусе, говоря о всех явлениях окружающего его мира. И здесь встает вопрос о роли канона. Канон на тех или иных этапах истории играл разные роли. И это хорошо знают специалисты по истории искусства. Канон может отяжелять искусство и замедлять его движение. Канон может выполнять функцию своего рода прописи. Канон может подстегивать искусство и вытаскивать его из тупика ослабленной жизни. Вот я убежден, что применительно к храмовому искусству канон выполняет функцию примерно утренних или вечерних молитв. Утренние или вечерние молитвы – это то, что человек знает, это опыт молитвенный тех людей, которые святые и богы знают лучше, чем мы. Но в то же самое время это не наш опыт во всей своей полноте. И наш опыт другой, чем опыт тех людей, которые молились утренними или вечерними молитвами. Я, чтобы конкретизировать это, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, иконы, которые сейчас наводнили наши храмы со ссылками на Византию, с неимоверно большими глазами Божьей Матери, с обилием синих фонов, вот этого ничего общего с христианским искусством не имеет. И я думаю, вообще говоря, отсылка к Византии как к образцу и к византийской богословской системе, как единственной существующей для нас недостижимой высоте, это отсылка несправедливая, потому что современный религиозный опыт существует в современной стране, в современном обществе. Люди молятся тому же Христу, но молятся, может быть, иначе, и живут в других условиях. Мы вот как-то с Сергеем и с Ириной обсуждали тему, я бы сформулировал так, что если бы сейчас появился Рублев, то икон Троиц, было бы написано иначе. И мы с вами знаем, что наиболее известные и наиболее ключевые иконописные произведения русской школы написаны в дискуссии, порой в очень острой полемике с господствующим на том этапе каноническим укладом. Поэтому, мне кажется, речи ни в коем случае не должна... Я не хотел бы, чтобы мои слова были восприняты как предложение взорвать канон. Это немыслимо. Канон существует, и это та канва, по которой шьется стежок церковной жизни. Но в то же самое время есть живая молитвенная жизнь, есть молитвенный опыт. В сочетании того и другого рождается искусство. Если это искусство, это искреннее. Если это искреннее и талантливо, профессионально выполнено, то это искусство. Я думаю, что очень простые вещи. Равным образом вопрос о профессионализме, его любят выводить за скобку. Если православно, то не обязательно профессионально, то он неверно. У нас огромное количество бездарных православных вещей. Люди стесняются. Люди стесняются. Что делать? Что сделать, например, с безобразно написанными иконами? Как с ними поступить? Молиться на них очень сложно. Поэтому я думаю, то, что станет фактом культурного наследия, то, что переживет время, год, десятилетие, будет написано канонично, будет написано искренне, будет написано профессионально. Я думаю, это и есть современное христианское искусство, которое подтверждает мысль, что верующие не умерли, а христианство жило и будет стоять, пока стоит церковь. Это и есть современное христианское искусство. Спасибо.